Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А это не каждому по карману. Поэтому все чаще в селе появляются заброшенные огороды. С отцу когда избирался, обещали нам летний водопровод провести. Ничего нам не сделали. Так мы и остались. У нас есть бочка, нам бы трубы купить и брусы, чтобы поставить бочку и провести летний хотя бы водопровод. Хоть не зимний, хоть бы летний провести. Но ничего не сделали. С Абакана приезжали, тоже нам обещали. Только обещают, а в итоге вообще ничего не делают. Не предпринимают никаких мер. Для фермеров Аскийского района посевная тоже время постоянных экспериментов. Буквально каждое лето им приходится рисковать. Хозяйство овцевод расположено на самой трудной в сельхозпонимании территории республики. Однако землю фермеры не только не бросают, но и выращивают на ней элитные семена для себя и других хозяйств. Подробности в следующем материале. Прежде чем собрать урожай, здесь надо собрать камни. На землях хозяйства овцевод их в изобилии. Еще здесь много солнца, а вот дождь с конца зимы был только один раз. И то, говорят, повезло. Я не ошибусь, если скажу, что это самая тяжелая территория в республике Хакасия. Это вот мы, болганы и весенненский совхоз, про него может знать, но там сейчас не сеет ничего. У нас не надо даже заглядывать. Низкое содержание азота, низкое содержание фосфора и низкое среднее калия. Фермеры делают ставку на те культуры, которые идут на корм скоту. Это кукуруза, донник и другие. В следующем году посеют пшеницу. При этом задачи себе ставят амбициозные. Вырастить практически в пустыне семена для всей республики. При этом только элиту. Сначала надо поверить самому, потом заразить всех, а уже потом и результаты. Если не будет этой заразы, то результата не будет. Мы верим, что будет результат. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Хорошо бы еще удобрения. Сейчас они дорогие, здесь нужно много. Поэтому овцевод – единственное хозяйство в Хакасии, которое использует систему биологического земледелия. Это когда землю обогащают посредством других многолетних трав. На этом поле ведется посев рапса с подсевом многолетних трав – эспарцет. Вот здесь семена обработаны крузером. Это препарат, который позволяет в течение 40 дней посевы не обрабатывать другими препаратами. В случае поедания листовой поверхности вредители погибают. Здесь удобрения азофоска 15, 15 и 15, азот, фосфор, калий. А в том ящике эспарцет. То есть мы сразу выполняем три операции. Кстати, рапс – это новинка. В Хакасии его пока не сеет никто. Он не прихотлив, а для скота – отличный корм. Если мы на этой территории результат получим, то это можно практику применять везде. Значит, и победа полная. Хозяйство овцевод – это опора для одноименного поселка в Аскисском районе. Сейчас здесь работают 150 человек, а в советское время было 700. Так что план фермеров – вернуть былой размах. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Партия ЛДПР определилась с кандидатурами на предстоящие выборы. Накануне прошла 44-я внеочередная конференция регионального отделения. Главный итог – выдвижение претендента на пост главы Хакасии. Подробнее Алексей Баинов. В Абакан на конференцию прибыл 51 делегат от 10 местных организаций. Главная тема сбора – определить список претендентов на посты в Республиканский парламент, Абаканский горсовет и другие ветви власти. В ЛДПР считают, что партия сейчас на подъеме. Пришло много молодежи. Им и идти во власть. Наше региональное отделение будет участвовать во всех выборах, начиная с выборов в городской совет, где мы предоставим партийный список, который будет самый молодой среди всех партий. Средний возраст всего партийного списка – где-то 26 лет. Очень много студентов представлено. Это те люди, которым жить в нашем городе, которые должны непосредственно участвовать в управлении нашего города и делать все для молодежи в нашем городе. Делегаты конференции проголосовали и за кандидата на пост губернатора Хакасии. Это уроженец Черногорска, депутат Государственной Думы России Виктор Соболев. Он рассказал о первых шагах, которые предпримет, если будет избран. Во-первых, я создам коалиционное правительство. Опыт уже есть в Смоленской области. Те силы, которые пройдут в парламент, от тех политических партий, будут заняты постами министров. Это будет не потому, что они под партийный принцип, но этим партиям доверили люди. В их рядах очень много профессионалов, и каждый будет заниматься своим делом. Это будет первое. Второе. Я проведу оптимизацию чиновников, особенно Хакасия. Я думаю, что все-таки министерств многовато. Оптимизируем их состав, численность, посмотрим, кто за что отвечает. То есть оптимизируем расходы на чиновников. И третье, разумеется, я создаю министерство ЖКХ. Потому что, с моей точки зрения, это проблема не только национальной безопасности, это проблема бесплатности Хакасии. Что касается выборов в Верховный Совет, то напомним, что очередной созыв сокращается. Отныне в парламенте будет лишь 50 депутатов вместо 75. Однако Хакаское отделение ЛДПР не намерено сдавать позиции. Либерал-демократы планируют взять больше пяти мандатов. Устябакан собирает деньги на лечение тяжело больной девушки. Маша Андреева борется с онкологией легких. Поддержать свою сверстницу решили активисты молодежного центра на благотворительном концерте, который состоялся в поселковом ДК. Артисты, которые обычно выступают за гонорар, сегодня поют и танцуют бесплатно. В концерте приняли участие солистки вокальных объединений и певицы студии оригинального жанра. Поддержать Машу Андрееву пришли и представители молодежных танцевальных групп. Самой Маши на концерте не было. Пока у неё даже на это нет сил. Только накануне девушка перенесла 4 курса химиотерапии в Красноярске. Организм 17-летней девушки борется с грибком в лёгких. Диагноз – мейлоидный лейкоз Маши Андреевой поставили в октябре прошлого года. С того времени семья девушки использует все шансы для спасения дочери. Просьбу о помощи услышал молодёжный ресурсный центр «Усть-Абакан». Мы узнали о том, что требуется такая помощь девочке с Абакана и решили не оставаться в стороне. Мы надеемся на то, что когда, если, не дай бог, такая ситуация сложится, острая, неотложная помощь понадобится медицинская для ребёнка с Усть-Абаканского района, то города и районы Хакасии не останутся в стороне. Маше Андреевой необходим препарат «Вифент», который не входит в перечень льготного обеспечения. Дело в том, что его заменители токсичны. Как выяснилось, медики республиканской больницы не могут себе позволить приобрести нужное лекарство. На жизненно необходимое лечение требуется 600 тысяч рублей. Пока собрана треть суммы. Откликнулся фонд «Подари жизнь». Свой вклад внесли руководители управления, предприниматели, представители общественных организаций и депутатского корпуса. Я считаю, что, конечно, эффективны, потому что дети, которые те же выступают, которые молодые, они видят, что действительно приходят люди, которые неравнодушны к чужой боли, к чужому страданию. И они каким-то образом, каким-то своим посильным участием помогают в решении проблем. На благотворительном концерте собрали более 35 тысяч рублей. Организаторы уверены, что и эта небольшая сумма, подкрепленная отзывчивостью простых усть-баканцев, приобретает бесценное значение в борьбе за жизнь Маши Андреевой. Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господня – один из самых значимых церковных праздников. Он установлен в память о чудесном Вознесении Иисуса Христа. После своего воскресения он несколько недель был на земле, являясь своим учеником и последователем. А на 40-й день в их присутствии поднялся на облаке. Праздник переходящий, то есть зависит от времени Пасхи, отмечается на 40-й день после нее. В народе считается, что Вознесение символизирует окончательное наступление лета. Как подмечали наши предки, с этого времени устанавливается теплая погода. Подробнее о погоде, по данным синоптиков, вы узнаете сразу после выпуска новостей. Кроме того, эфир телеканала «Россия-24» продолжит наша постоянная рубрика интервью. Сегодня наш гость – руководитель жилы инспекции Хакасии Игоря Рокин. На этом у меня все. Берегите себя.